друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых ролик под названием поздравляем бабушку раю умилил всех обожателей семейства до слез в комментариях все просто написывали о я сейчас расплачусь как же это трогательно но почему-то никто так и не увидел истину а она лежала на поверхности ok если все так любят бабушку раю светину маму то кто им мешал поздравлять ее так каждый год никто соответственно все это наводит на мысль о том что это не иначе как показательные выступления так скажем показуха на камеру не ради бабушки а ради контента почему никто из обожателей не раскинул мозгами и не подумал что слова словами можно сколько угодно говорить люблю куплю и так далее а на деле полный ноль как говорится дырка от бублика а где же поступки а что уже на деле а на деле просто устроили цирк устроили показуху а сама света по сути почти не общается со своей собственной матерью со своими родителями и нет ей никто не мешает просто видно такие у них отношения да и света как мы видим кроме лёши ей совсем никто не нужен если раньше я думала что вот мол это лёха такой плохой запрещает ей видеться и общаться с родителями то давно прекрасно поняла что это не так мы все видим как света при желании может и спорить с лёшей и грубить лёши и отстаивать свою позицию свою точку зрения как говорится было бы желание значит его на самом деле друзья мои просто нет и вот само поздравление честно лично у меня вызвало смех самого начала надо было видеть эту картину анжела которая уселась с виталины поздравлять бабушку было видно как она ей надо было видно как анжеле все время хотела зевнуть во время вот вот этой вот песни да когда они распевали песни я все ждала когда же она зевнет но слава богу этого не произошло виталина вообще не понимала чего же от нее хотят дарина повторяла как попугай за матерью все слова тоже не понимая значения этих слов да и какую в принципе бабушку лёха же сказал говорит вот она ее по сути видеть не видела и бабушкой то ее не считает и опять же благодаря все родителям да хотя бабушка с дедушкой жили вместе с ними в одном городе но почему-то света не считала нужным ходить нормально общаться да может быть она там и ходила раз в год по завету как говорится общаться со своими родителями но алёша прекрасно знал что обожатели оценят оценят эти песни оценят это поздравление свет твоей матери ну и вообще твоим родителям нужны поступки они вот эти вот ваши песенки и поздравления раз как говорится в пятилетку родители надо любить надо надо их ценить надо не заботиться это все просто должны быть не пустые слова а действительно действия и поступки вот я уверена что света и звонит матери своей раз в пятилетку это если звонит да как говорится может быть это делает непосредственно сама мама но честно для меня вот это все просто дешевая игра на публику для того чтобы заработать себе так скажем какие-то баллы очередной влог друзья мои светочка варит пельмени говорит они слепаются но это ничего вытащила все свои припасы замороженные продукты из морозилки видимо все что осталось осталось от прежней прекрасной жизни когда у них на столе чего только не было виталина смотрю с метелкой никита за столом анжела тоже возле еды задранными ногами правильно анжел поближе к кормушке друзья мои вот скажите вы где-нибудь видели чтобы младшие дети в семь лет работали как говорится да а взрослая деваха сидела и ждала еды за столом я если честно такое вижу впервые и только у колесниковых больше нигде но лёшка по-прежнему занят делом продолжает строить с отцом сарай ну а света наводит в ванной порядок свет лучше бы ты начала с головы вы шампунью закупились купили вагон и маленькую тележку но почему-то волосы у тебя всегда грязные ты же женщина да ты же блогер ты выходишь себя показываешь каждый божий день но почему-то свете это никоим образом не стыдно но она кухне худейшая наша фитоняшка уже на шаре до уминает бублики с молоком знаете нет бы тоже привести себя в порядок ведь молодая деваха молодая девчонка на голове как и у мамы тоже черти что и сбоку бантик нет ей все равно она раскрошила бублик и залила его молоком честно вот я вообще глядя на это все что творилось у нее в тарелке шоке от этой хряпы вот есть люди которым все равно что есть видимо анжела как раз таки относится к их числу ну а свет объясняет нам зрителям вот мол смотрите у нас кто хочет тот кушает и три раза в день свет кроме дарины и анжелы брать продукты не позволено никому остальные как всегда ничего не хотят сидят давится квасом и только спрашивают ну как вкусно ну как вкусно но еще один влог друзья мои который мы с вами будем обозревать светочка готовит говяжье сердце вы знаете говорит я прежде чем его готовить предварительно решила посмотреть в интернете как же она правильно готовится далее начинает нам для чего-то рассказывать как говорится давать ценные указания как же нужно готовить печень чем свиная печень отличается от говяжий и так далее и что-то я не поняла там было сказано про то что перед тем как ее готовить печень надо отварить свет что за бред в твоей голове посмотри пожалуйста внимательно вообще как готовится любая печень да то есть нет никакой проблемы в этом ее никоим образом не нужно отваривать для того чтобы ее потом обжаривать и тушить допустим в той же сметане с луком и с морковью но говорит полные глупости и причем делает это с умным видом далее опять начала свой рассказ про вот эти вот злосчастные мешки со шмотками видимо так их задело что им наваляли по поводу того что настя бедная несчастная когда все купались все плавали в озере настя сидела охраняла вещи потому что мама не смогла найти ей купальник опять говорит вот мол мешки вот есть мешки грит которые поближе есть мешки грит которые подальше есть говорит настя говорит более худая анжела более плотно я вообще если честно ничего не поняла сейчас говорит мы никуда не выбираемся а оторваться говорит нам некогда мы говорит все в работе свет ну ничего после 30 числа как спровадите деда будет будет у вас время будете ездить можете отдыхать ездить на озеро каждый божий день никто вам в принципе не мешает да и горит я не знаю где вот эти вещи я не знаю слушайте друзья мои я повторюсь я вчера уже об этом сказала что это просто какой-то кошмар да на самом деле это действительно кошмар когда мама не знает что творится у нее в доме год прожили вместе с этими баулами и не могут ничего найти ничего разобрать знаете я бы тоже запуталась если бы у меня была такая же гора тюков свет но вас никто не заставлял все это дело коллекционировать вы просто как плюшкины вам надо одно вам надо и другое вам надо и третье вам все надо по сути это все уже нужно на выброс в любом случае потому что я представляю какой там запах той же затхлости и что там творится там может быть уже вещи плесенью покрылись ну а далее конечно же пятиминутка о своем собственном здоровье светочка о нем очень сильно печется себя светочка очень любит и мы это с вами все прекрасно знаем конечно это она может отвернуться от своего ребенка который упал там с велосипеда с самоката или еще откуда-то махнуть рукой пройти мимо сделать вид что на этого даже не слышала но а у себя не дай бог какой-нибудь кашель и она будет себя лечить по полной программе будет также ездить к врачам в общем все как обычно друзья мои в конце ролика слава богу приготовила это злосчастное сердце все приготовила все сделала я надеюсь все наелись ну да по крайней мере как то так друзья мои в общем вот такой у меня сегодня получился обзор ну и еще конечно же хочу не могу не вспомнить хочу сказать что сегодня 22 июня сегодня ровно 80 лет с того момента как началась великая отечественная война и конечно же в любом случае все это живо в наших сердцах в нашей памяти и мы должны быть благодарны за исход в этой войне нашим дедам нашим прадедам тем кто пришел с войны тем кто с нее не вернулся всем тем людям кто положили свое здоровье свою жизнь за то чтобы мы сейчас жили а так как мы живем за то чтобы мы жили и у нас было мирное небо над головой в общем как то так а у меня на сегодня все